Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал руководителям регионов организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов торговли для товаров российских производителей у входов в торговые центры и магазины. По словам эксперта, такое решение власти может быть связано со сниженной покупательной способностью населения. Традиционные формы торговли, они же торговые центры, перестали быть привлекательными для большинства покупателей. С другой стороны, данное предложение нацелено на поддержку мелких товаропроизводителей. Это касается и фермерской продукции, и продукции промышленной, непродовольственной. Вот поэтому, наверное, такое предложение и родилось в недрах правительства. По информации Пресс-службы Минпромторга, документ носит рекомендательный характер. В ведомстве напомнили, что схемы размещения нестационарных торговых объектов разрабатывают и утверждают органы местного самоуправления. Размещение торговых мест предполагается снаружи, на муниципальных землях. Напрашивается вполне рациональный вопрос, за чей счет их будут устанавливать. Скорее всего, за счет самих владельцев киосков. Я не думаю, что владельцам киосков составит большую проблему найти средства на их установку. Для них всегда проблемой являлось разрешение на установку киосков. А если такое разрешение будет получено, то желающие их установить даже за свой счет найдутся моментально. Для торговых центров подобное соседство, безусловно, будет негативным фактором. Подобные киоски – конкуренты с более дешевым предложением товаров, к тому же расположены на территории торговых центров. В действительности многие покупатели просто не будут заходить в торговый центр, оставаясь на площадке, где будут установлены киоски. Поэтому торговые центры так негативно отнеслись к данному предложению. На сегодняшний день трудно сказать, как эта рекомендация может отразиться на экономике. Для торговых центров это будет невыгодно. Для киосков в точности наоборот, так как деятельность вторых будет осуществляться за счет уже раскрученных и более доступных локаций. Я думаю, что возможно, в первую очередь, здесь расчет ведется на эффект, который будет получен за счет развития малого бизнеса, причем именно не торгового, а производительного, за счет развития фермерских хозяйств, небольших мастерских производственных, которые будут торговать на вновь создаваемых площадках. До 1 июля 2023 года региональные власти должны предоставить в Минпромторг фотоотчет о размещении нестационарных торговых объектов. Карина Саяхова, Универньюс.